всем добрый день дорогие друзья хочу с вами поделиться небольшим секретом который касается дозиметра радиометра cadmi завода ecotest значит прибор дорогой неплохой ну конечно цена заоблачная вот но это оправдывается только одним тем что в нем внутри находится кристалл для детекции всех нейтронов литий йод активированный европе это и определяет его цену остальное тоже неплохо но цена завода в 3000 долларов конечно оставляет желать лучшего но есть есть один момент в пользование этом этим прибором и многие люди не могут ним разобраться и таки не могут понять каким пользоваться сейчас сейчас я вам это продемонстрирую детально значит так вот я его достал из чехла еще чехольчик от него кожаный наверное вот ecotest эмблемка чехольчик это наручного сигнализатора здесь даже написано украинским языке убираем это в сторону смотрите чем интересен этот прибор он состоит из двух частей это наручный вибратор сигнализатор он издает звук мигает светодиод и вибрирует еще вибромоторчик имеет а это сам пульт управления в чем проблема использования проблема в том что завод очень сильно усложнил прошивку этого прибора и именно управления вот сейчас как видите он включен включу даже свет и все вроде прекрасно значок гаммы гамма фон измеряется и вот до сотых частей микрорентгена показывает изменяется здесь есть аналоговая шкала вот насколько сильно излучение чем больше будет излучение тем больше будет закрашиваться эта шкала в реальном времени ну и цифровое здесь батарейка показывается вроде как бы все хорошо сигнализатор тоже работает мигает светодиод что связь идет можем даже вот изменить вибрацию звук либо вибрацию вместе плюс звук нажимаем кнопку сигнал вот это у вибрации чисто установили это а у аудио чисто будет звук без вибрации это вот чисто звук без вибрации это и и аудио и вибрация вместе три варианта то есть либо отдельно звук либо отдельно вибра либо звук плюс вибра но я использую как когда по разному в принципе вибра выключаем очень сильным не надоедает если честно смотрите в чем проблема в управлении в это как проблема это проблема завода то что они так сильно усложнили люди не могут разобраться как им пользоваться многие сейчас скажут то почитай инструкции ты инструкцию не читал я вам отвечу что ничего подобного читал и подробно инструкцию даже несколько раз и пробовал все делать по инструкции это не работает причем это не не в одном только приборе что можно списать на то что он какой-то глючный либо что-то другое там перепрограммировал нет несколько таких приборов у меня в руках было и предыдущая модель и это модель это более современной уже покажу позже предыдущий сейчас покажу как они выглядят на фотке в общем у меня было их три штуки в руках и на всех я пробовал эти настройки как управлять им и во всех одна и та же проблема сейчас покажу в чем заключается эта проблема вот так выглядит новый он полностью из толстого алюминия корпус очень толстый алюминий вот а наручный сигнализатор из пластика и вот такой формы современной а предыдущая модели кнопки здесь запомните круглые вот это все плоская но они кружочками теперь смотрите как выглядит предыдущая модель это более новая покажу сейчас на компьютере вам более старую ну вот смотрите так вот я есть его инструкция если мы пролистаем вниз кстати давайте все страницы вам покажу можете ставить на паузу и читать кому нужно каждую страницу остановлю чтобы могли прочитать ознакомиться что пишет завод пдф файл оригинальный завода производителя я вам за одной пролистаю всю информацию и фотографии сейчас здесь и увидите предыдущей модели вот предыдущая модель выглядела вот таким образом она была уже не из алюминия из простого пластика то есть он боится ударом а нет извиня здесь кнопки круглые это из алюминия это более новая модель та которая у меня да а вот сигнализаторов предыдущей модели был вот такой это более старая модель современный выглядит вот в живую смотрите вот так более круглые формы более современный этот квадратный такой кирпич прямоугольный так пролистаю вам инструкцию кому нужно читать ставьте на паузу и прямо читайте я не буду вам читать ну я покажу все страницы там написано как правильно им пользоваться в какой последовательности вы можете позже почитать и сравните с тем как я пользуюсь длинная довольно инструкция дальше уже нет смысла показывать ну вы ее легко найдете в интернете пишите кадме к тест инструкции и все теперь показываю проблемку сейчас вроде как работает нажимаем кнопку режим пришли в режим нейтронов и проблема в том что теперь режим в компьютера подключения и дальше в режим нейтронов и все после того как вы нажали режим перешли в режим нейтрона вы уже не можете кто по еще один нейтрон влетел не можете перейти назад в режим гаммы это невозможно это в режим порога нейтрона вот заживаете удерживаете если зажать удерживать то можно его настроить сколько вот хотите вот это переключаете сохраняете кнопкой режим режим подключение компьютере все в режим вы не можете зайти назад в режим гаммы шкалой только подсветка включается и этими кнопками тоже вот я зажимаю даже порог происходит вибрации ничего больше зажимаю режим то это переключается именно режиму сигнализатора вот какой сигнал будет все для этого его выключить тоже невозможно блокируется функция выключения не с этого не с этого вынимаю батарейку вставляю этот уже пищит что потеряла связь нажали режим включили зажимаю порог продолжу во второй часть